Добрый день, вы на канале Мирдин, и сегодня мне хотелось бы немного поговорить о книгах. Несмотря на то, что сейчас крайне популярен жанр хоррора, немногие знакомы с его отцами-основателями и основоположниками этого направления в литературе, ну, за исключением разве что Лавкрафта. Между тем, среди основоположников хоррора есть большое количество достойных писателей, которые создали облик жанра, его трупы и основные каноны. К ним принадлежит и тот писатель, о котором я сегодня хотел бы поговорить, Артур Мэйчен. На самом деле его фамилия считается как Мэйкен, поскольку он валиец, но в русском переводе прижилось именно Мэйчен. Артур Мэйчен родился в семье валийского священника в Каэр-Леоне в Южном Уэльсе, и эти крайне всегда останутся в его сердце и в его творчестве тоже. В детстве мечтательный Артур внимательно изучил отцовскую библиотеку, и в душ ему особенно запали сказки «Тысяча и одной ночи» и романа Вальтера Скотта. Впоследствии это возымело свои результаты, и он отказался от карьеры врача и уехал в Лондон для того, чтобы попытаться стать писателем. Однако это казалось не так легко, он пробует себя в разных профессиях, работает журналистом, актером, преподавателем, ну и в первую очередь переводчиком. Первые рассказы свои он писал на тяжелом архаическом языке 17 века, естественно, они не пользовались особой популярностью даже у издателей, но по мере того, как он работает над переводами, он совершенствует свой собственный язык. Еще одним результатом его журналистской и переводческой деятельности стало его создать к редким книгам. Он стал настоящим библиофилом и переводил многие редкие книги, в том числе, например, вот эту «Гиптомирон Маргариты Наварской», сборник новелл 16 века. В течение своей непростой жизни в Лондоне он работает над собственным стилем, сначала отказывается от архаического языка, затем проходит период до подражания Стивенсона и Конан Дойле, и, наконец, находит некоторую свою стезю в области литературы. Время, когда Мэйчин вступает на авансцену британской литературы, это 90-е годы 19 века, фан-ду-с-иекль, время царственного декаденства и символизма. В то время популярен Поль Верлен, Гьюис Манс, Оскар Уайлд, некоторая декадентская и упадническая литература, и именно такие темы захватывают и творчество Мэйчина. Основные ходы и тропы, которые Мэйчин применяет в своем творчестве, можно увидеть на примере его раннего рассказа «Исчезнувший клуб» 1890 года. Здесь еще заметно некоторое подражание Стивенсона и другим модным писателям того времени, но мы можем увидеть и некоторые черты, свойственные большинству рассказов и повестей Мэйчина. Во-первых, действие начинается в уютной обстановке, в кабинете лондонского писателя или в одном из респектабельных ресторанов Сохо или Вест-Энди, и зачем оно перетекает на улицы Лондона, перемещаясь в более злачные и злачные места, где мы наконец натыкаемся на какую-то тайну, на что-то страшное и ужасающее, что разрушает наше представление об обыденности. Во-вторых, Мэйчин никогда не раскрывает нам всех тайн. Что-то всегда остается в тени, некоторые монстры все еще таятся в темноте, и на мой взгляд, это одно из самых интересных свойств произведений Мэйчина, как раз таки то, что мы не узнаем всей тайны. Как в хорошем фильме ужасов нас пугает чем-то, о чем мы не имеем никакого представления. Основная идея писателя проста. За внешне привлекательной оболочкой повседневного мира, материального мира, дается некоторая другая реальность, более зловещая и могущественная, чем мы можем себе представить. И лучше всего он это выразил в одном из своих ранних произведений в поиске «Сокровенный свет». Я позволю себе процитировать ее. Надеюсь, тебе никогда не придется пережить того, что довелось мне, когда я увидел в окне это лицо. Представь, надо мной летнее синее небо, теплый ветерок обвивает меня свежим дуновением, и вдруг... Я понял, что случайно парник взглядом в иной мир, заглянув в окно заурядного современного домика и увидел разверстую пасть преисподней. Вслед за поискю «Сокровенный свет» автор опубликовал одну из своих самых, наверное, скандальных вещей. Это поиск «Великий бог Пан», который произвел настоящий фурор в британском обществе. Оформлением обложки занимался, между прочим, известный британский художник Лобри Бёрдсли. Сама поиск намекала на некоторые извращения, присущие британскому высшему свету. На самом деле это мистическая история, и никакой политической подоплеки там нет. Но консерваторы, религиозные традиционалисты требовали запретить её хотя бы даже из-за намёков, которые она допускала в отношении британского высшего общества, в отношении респектабельных людей. Благодаря этому произведению Мэтчин одновременно и выиграл, поскольку он смог познакомиться с британскими литераторами, например, с Оскаром Уайлдом, и одновременно проиграл, поскольку он приобрел некоторую такую скандальную репутацию. Но на волне популярности он выпустит ещё две своих поиски. Это «Байсуордский отшельник», история несколько кайфкианская о том, как молодой человек постепенно превращается в что-то нечеловеческое, что-то страшное, что-то древнее и ужасающее. Вторая же поиск — это «Сияющая пирамида», загадочная история о событиях, происходящих на зеленеющих в Алийских холмах и в римских развалинах. Можем заметить, что Мэтчин то и дело возвращается на свою родину, в Уэльс. Ну, в «Великом боге пани» героиня гуляет по валийским глухим лесам, в «Сияющей пирамиде» писатель из Лондона опять-таки возвращается в Уэльс, в свой родной район Мэтчина Гвент. И это не единственный повторяющийся мотив в творчестве Арту Мэтчина. Например, большинство его ранних повестей и рассказов обменяют немы тем же героем, полуавтобиографическим, молодым писателем Дайсоном, который любит раскрывать некоторые загадочные мистические происшествия. Одну и ту же фамилию носят герои «Сияющей пирамиды» и героини великого бога Пана. Ну и в принципе, большая часть произведения Мэтчина дислоцирована в двух местах. Это в Гвенте в Южном Уэльсе, в городах, которые знал хорошо путешествия в юности или в подростковом возрасте сам Мэтчин, либо в Лондоне, где он большую часть жизни прожил. Таким образом, писатель создает некоторую вселенную собственную, которая, казалось бы, ограничена временем и пространством. Это современная Мэтчина эпоха и всего две локации, Лондон и Уэльс. Но на самом деле она безгранична, потому что Мэтчин затрагивает некоторые духовные и мистические идеи, которые безграничны, которые могут приоткрывать нам окно в некоторую другую реальность, другое пространство. Последние годы XIX века, переломная эпоха для всего человечества, были трудным периодом жизни и у Мэтчина, поскольку в 1899 году умерла его жена, он впал в депрессию, в пространстве ходил по улицам Лондона и не мог заставить себя сесть вновь писать, а старые его рассказы не хотели публиковать из-за скандальной истории с великим богом Паном. В то же время он вступает в храм Исиды и Урани, герметического ордена Золотой Зари, однако увлечение Мэтчина оккультизмом, мистицизмом и магией продолжалось достаточно недолго. В результате этих увлечений Мэтчин написал одно из самых гениальных, на мой взгляд, своих произведений – это повесть «Белые люди». История вновь происходит в Уэльсе, как мы уже догадались, среди валийских лесов и холмов, и вновь его главная героиня, как и в великом боге Пане, это юная дева. Если вы всё-таки возьмётесь прочитать эту повесть, а я надеюсь, что вы возьмётесь, то вас пустит ощущение дежавю, как будто вы это где-то уже видели или читали. Дело в том, что сто лет спустя после публикации повести режиссёр Гильермо Дель Торо снял фильм «Лабиринт Фавна», который мы все, наверное, видели и знаем, основываясь отчасти на мотивах, взятых из этого произведения. Однако оригинальная пояс Мэтчена гораздо более мрачная и ужасающая, скорее, хоррор, чем та добрая сказка, которую нам преподнёс латиноамериканский режиссёр. В 1906 году судьба сводит Мэтчена с ещё одним талантливым художником Сидни Сайлом, который до этого иллюстрировал произведение отца современного жанра фэнтези, Лорда Дансене. Сайм взялся иллюстрировать сборник произведений Мэтчена, где тот собрал самые свои выдающиеся произведения, начиная с великого бога Панна и сокровенного света и заканчивая только что написанными белыми людьми. Однако Сайм иллюстрировал и «Магнум опус» — новое произведение Мэтчена, роман «Холм грёз». В основу романа легла отчасти биографическая история, действия, как вы уже догадались, наверное, происходят вновь в Уэльсе, более того, в родном городе писателя, в Каэр-Леоне. Главный герой — это юноша Луциан, который наделён богатой фантазией. Ему кажется, будто он живёт не в Каэр-Леоне и не в XX веке, а в римскую эпоху, и город называется Искасилуром. Он видит стены, термы, амфитеатры, общается с тамошними жителями, с фавнами, сатирами, носящимися по холмам окрестных деревень. Это роман об эскапизме, об уходе от реальности, но в то же время это роман о любви к прошлому. И меня, как историка, он не мог не заинтересовать. Несмотря на то, что это считается одной из вершин творчества Мэтчена, мне кажется, что всё-таки по сравнению с другими его произведениями, с повестями, он написан более тяжёлым языком, он как раз-таки прибегает к этому своему архаическому стилю, и он достаточно труден для восприятия современным читателями. Но между тем, он достаточно интересен. На самом деле, Холм Грёс был написан ещё в середине 90-х годов XIX века, но издать Мэтчен его смог только в 1907 году, поскольку издатели не хотели с ним иметь никаких дел. Его произведения плохо продавались, и он имел плохую репутацию. В основном он жил за счёт переиздания своих ранних работ, повестей и рассказов. Однако, положение Мэтчена всё более и более ухудшалось, и некоторую известность у публики он приобрёл только после публикации своего небольшого очерка, такого крохотного рассказа под названием «Лучники». В нём Мэтчен описывает, как на полях Первой мировой войны английские солдаты вдруг увидели лучников строительной войны во главе со Стэн Георгием, которые помогли им отразить нападение немцев. Несмотря на то, что Мэтчен полностью выдумал эту историю, в редакцию вскоре стали писать очевидцы этих событий, которые говорили о том, что они действительно присутствовали при этом. И, в целом, Мэтчен стал отцом одной из первых городских легенд, которая вошла в историю как ангела Монса. Но это не принесло ему какой-то известности и популярности, успеха и денег, и Мэтчена всё меньше и меньше публиковали. Первая мировая коренным образом изменила его взгляды на мир. Он отошёл от своих оккультистских и декадентских воззрений как в литературе, так и в жизни, стал больше обращаться к христианскому наследию и, в целом, созвал свою какую-то оригинальную концепцию. Суть её заключалась в том, что якобы в Британии существовала некоторая изначальная кельтская церковь, независимая от Рима, но в то же время не извращавшая обряды, как это сделал протестантизм в XVI веке. Именно продвижение этих своих идей он и посвящает большую часть своего позднего творчества. Для того, чтобы найти некоторое подтверждение своей концепции, он обращается к Артуриане и к легендам о священном Граале. Он становится некоторым таким популяризатором легенд о священном Граале в современном мире. Священному Граалю посвящен как роман «Тайная слава», так и предыдущая повесть «Великое возвращение», которая часть повторяет одни и те же мотивы. Однако, как я уже сказал, Мэйчин был крайне популярным писателем, и его публикуют все меньше и меньше. В основном это переиздания каких-то его ранних произведений, но и вскоре переиздания заканчиваются. И Мэйчин остается практически вообще без денег. Он переезжает из Лондона в провинцию, живет в основном благодаря помощи своих друзей. В 1943 году, когда он праздновал свой 80-летний юбилей, ему даже было не на что снять себе вечерний костюм. Но трудно отрицать тот вклад, который Мэйчин внес в современную литературу и вообще в жанр фэнтези и хоррор, в котором он практически был одним из основоположных. Его влияние испытали Брэм Стокер, Чарльз Уильямс, Уильям Батлер Йейтс, Стивен Кинг, Алан Мурк, Кларк Эштон Смит. Я могу продолжать долго. О нем написал в своем эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» Горд Филлипс Лавкрафт. На Лавкрафта, в принципе, повлияла больше всего пояс «Белые люди» и «Бойсордский отшельник». Он пишет об этом напрямую, что он многое позаимствовал, многому научился у Мэйчина. Так он пишет о Мэйчине. Его мощные сочинения об ужасном начале 900-х годов уникальны и определяют новую эпоху в истории жанра. Мэйчин с его впечатляющим кельтским наследием связан памятью детства с дикими копалообразными холмами, древними лесами и загадочными римскими руинами в Гвенте. И создал воображаемую жизнь редкой красоты, насыщенности, исторической обоснованности. Кроме этого, в принципе, в поп-культуру вклад Мэйчина крайне велик. Например, лидер Current 93, британской Darkfall группы Дэвид Тибетт, назвал один из своих альбомов в честь его повести «Сокровенный свет» – «The Inmost Light». Закончить перечень панигириков и восхвалений в честь Мэйчина я хотел бы цитатой из Хорхе Луи Борхеса. Он написал, «Мэйчин никогда не писал для того, чтобы кого-то поразить. Он писал потому, что жил в странном мире и прекрасно это чувствовал и осознавал». Я надеюсь, мне удалось вас заинтересовать и вы ознакомитесь с творчеством этого писателя. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok